Друзья, так много информации, что сегодня сразу два выпуска. Можете считать этот выпуск дополнением к предыдущему. На этот раз произошла весьма правдоподобная утечка в виде слайда. Слайда презентации. Я его показывал в прошлом видео, ну вот несколько часов назад, сразу после утечки. Из этого слайда и стало известно, как Intel назовет будущие процессоры для платформы на X299, Core i7 и Core i9. В Intel, похоже, решили достичь превосходства новой цифры 9. Судя по всему, младший Core i7 будет с четырьмя ядрами и четырьмя потоками. Но кто хочет покупать крутую платформу для энтузиастов и ставить туда i5? Фактически это же i5, но название не i5-7640K, а i7-7640X. Кобилейк X. Звучит уже по-другому, по-серьезному. Правда, на слайде не разобрать. X в конце или K, младшие все же могут маркироваться как K. В любом случае, лично я бы не стал прогнозировать конкретно этому процессору хороших продаж. Пусть даже он и будет самым дешевым процессором из этой линейки. Ведь на бумаге это практически тот же 7600K. Core i7-7740X на бумаге выглядит копией 7700K. И думаю, я не ошибусь, если предположу, что оба этих процессора по сути ими копиями и являются. Но под 2066. Единственное, что базовая частота немного повыше, но тех же каналов оперативной памяти опять всего два. И TDP выше. 112 в обоих вариантах. Ради чего тогда раскошеливаться на дорогую материнскую плату и почти наверняка более дорогой проц. Разве что ради припоя под крышкой, улучшенной схемы питания для разгона и возможности апгрейда на i9. А i9 Skylake X будут крутыми. 6, 8, 10 и 12 ядер, соответственно, 24 потока. Базовые частоты пониже, но старшие могут себя саморазгонять до 4,5 или даже выше. Естественно, много кэша и много линий PCI. У младшего i9 16 линий, у старшего 44. 4 канала оперативной памяти. И теплопакет от 140 до 160 ватт, не меньше, чем на стричках Haswell E. А теперь самое главное. В презентации всплыли и ожидаемые даты выхода новых процессоров. Старший Core i9 7920X должен выйти в августе, а все остальные чипы и того раньше в июне. То есть буквально через несколько недель. Так что правда это или нет, узнаем совсем скоро. Неотвеченным остался всего один вопрос. Зачем Intel выводить на рынок новый бренд i9? Ведь по сути процессоры с количеством ядер 6, 8, 10 у Intel уже были. Взять тот же 6950X, который мы имели возможность протестировать. Чем не i9? Чем он хуже? Время другое. У i7 серьезный конкурент в виде Ryzen. И для рабочих задач Ryzen очень хороши. AMD сравнивают с Ryzen i7? Ну так получите, распишитесь, i9. Круче не бывает. Так еще и шестиядерный кофе-лейк под 1,51 на подходе. Их бы тоже неплохо выделить названием i9. Но лично мне это больше напоминает историю с беззеркалкой Sony A9. Все ждали, что Sony выпустит камеру среднего формата и назовет ее A9. Средний формат подразумевает наличие огромной матрицы. И вот Sony действительно выпускает A9 с новой, потрясающей, феноменальной матрицей. Однако размер ее остается тем же, что и у Sony A7. И по сути камера могла бы называться A7 III, но с таким названием была бы пропущена многими СМИ между делом. А так, события, новая линейка, новая камера. Также и i9 могли бы называться i7. Но i9 с плес интереса к новинкам с таким названием гарантирован. Это все, что я хотел вам рассказать. Пока!